Хочу обратиться ко всем, кто просил помощи и не боится заступиться за историческую правду страны, за веру и за государя Николая II. Раньше, честно говоря, я думала, просто не докладывают генеральному прокурору, не в курсе он аргументов людей, но, как оказалось, очень даже в курсе всего. Хотя и говорит, что не следит за девушкой-политиком. Во-первых, я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному коллеге, но услышала в ответ девушка-политик. Во-вторых, следить за мной и не надо, Юрий Яковлевич. Просто бы объективно проверить факты, о которых я говорю. Не удивлюсь, если сейчас будут копаться в моем прошлом, в моей деятельности на посту прокурора республики. Но хочу сказать сразу, бояться мне нечего, ведь я выполняла указания генерального прокурора. Не выполнила одно. Не сняла портрет святого государя в своем кабинете. Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду. Но людей не обманешь. Яркий пример мы увидели вчера. Оцепленный кинотеатр, полицейские кордоны на подходах, оперативники в штатском. В советское время так охраняли домокультуры, в которых судили бывших фашистских прихвостней, полицаев и бандеровцев. Но все меняется. И сегодня охраняют в тех, кто из любопытства или злорадства, других причин я не могу назвать, решили сходить на Матильду. Так кого же так боялись авторы и сторонники этого проекта? Уж не молящихся ли там женщин с детишками? Думаю, нет. Боялись они самих себя и правды. А правда в том, что победители и триумфаторы не они, а все наши верующие православные и мусульмане. Победа в том, что им нужна охрана, чтобы продемонстрировать своими же руками созданный фейк. В том, что многие, шедшие на премьеру, стыдливо ускоряли шаги, отворачивали лица от людей. Хочу сказать несколько слов и о вопросах религии, и о той грязи, которую попытались облить меня и других. Каждое либеральное и не только либеральное информагентство не теряло надежды узнать, кто же мой духовный отец. Не злодей ли он? Как и хотелось причислить меня к неким царебожникам, к каким-то сектам. Так вот, отвечу, я общаюсь со многими настоятелями, матушками, владыками, и один из них не является моим духовным отцом. Как бы этого кому не хотелось. Обители монастырские – это душа России. Поэтому очень радует, что для создания страшилок обо мне, некоторым журналистам, выпала возможность побывать в русских монастырях. Продолжение следует...